Итак, сегодняшняя наша тема — аппликативные функторы. Но это одна из тем, которую мы сегодня разберем. Нашей главной задачей на сегодня будет разобраться со следующей конструкцией, с тем, как мы можем использовать операторы над типами. То есть у нас есть типовые конструкции с вот таким вот кайндом. Они используются у нас в типах некоторых функций следующим образом. Ну, там, скажем, какой-то С. Вот такого рода конструкции. Их мы называли контейнерами еще иногда. Хотя контейнер — не самое точное слово. Сегодня мы будем называть их вычислительными контекстами. Это будет предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Как с такими операторами работать, какие законы для них есть, какие общие конструкции мы можем с помощью них создать. Вот это наша сегодняшняя тема. Ну и, в частности, аппликативные функторы будут одним из таких объектов. Значит, краткое содержание того, на что мы сегодня посмотрим. Во-первых, мы еще раз вспомним про функторы, потому что функторы — это как бы некоторый самый простой интерфейс для таких объектов. Дальше мы поговорим, какие еще интерфейсы мы для таких объектов можем создать. Поговорим про некоторый класс типов, которого на самом деле нет, но который мог бы быть, если бы мы строили все маленькими-маленькими шажками. Затем мы перейдем уже, собственно, к некоторому расширению понятия функтора, к аппликативным функторам, поговорим о том, что это такое. Ну и, наконец, мы перейдем к классу типов Traversable. Ну, по-русски он как-то не особо переводится, поэтому мы так и будем говорить Traversable. Ну, можно говорить Траверсабельный функтор, если бы мы переводили все на русский язык. Ну вот, это все будут некоторые интерфейсы для вот таких вот операторов над типами. И мы дальше, естественно, поговорим еще и про конкретные типы, которые эти интерфейсы выставляют. Ну, это было введение, теперь давайте двинемся и вспомним, что такое функторы у нас. Ну, класс типов функтор, как вы помните, у нас был определен следующим образом. Это класс тип, в котором есть одна функция FMAP с сигнатурой, ну, которая, в общем, очень похожа на сигнатуру функции MAP для списков. И, естественно, MAP это как раз и есть FMAP для представителя этого самого класса функторов для списка. Вот класс типов описан сверху. Два его представителя, которых мы уже разбирали с вами, не помню уж на лекциях или на практиках, они написаны снизу. Ну, для функторов MAP это фактически MAP, но мы можем написать представителя функтора для списков и явным образом, ну, в тариф определения функции MAP здесь. Мы можем написать представителя функтора и для многих других типов, имеющих, ну, для многих других однопараметрических типов. Ну, вот, скажем, для Maybe у нас в MAP работает так, на пустом, когда у нас используется конструктор Nothing, то есть когда в контейнере Maybe ничего не лежит, мы возвращаем Nothing, ну, а что касается Just-A второго конструктора типа данных Maybe, то здесь мы как бы протаскиваем функцию G через конструктор Just. Говорим, что вынимаем то, что лежит в конструкторе Just, то есть переменную A из Just, применяем к ней функцию G, они по типу как раз подходят, если вы посмотрите на тип, то как раз это тип А. Ну, и перемены у нас обозначены таким же образом, но, в общем, это допустимо, потому что это разные царства. И дальше мы опять упаковываем все в конструктор Just, то есть по типу мы возвращаем, мы возвращаем как раз значение B, упакованное в контейнер, ну, в данном случае это конкретный контейнер Maybe. Значит, класс типов функтор позволяет сделать следующее, позволяет поднять стрелку на уровень контейнера. Я специально в определении Fmapa поставил лишние дополнительные скобки, вторые скобки лишние, вот там наверху, где у нас класс функтор есть. Эти скобки как раз позволяют подчеркнуть нам некоторую основную идею класса функтор. Мы берем функцию из A в B и получаем функцию из A, упакованного в контейнер F, в B, упакованный в контейнер F. Ну, собственно, конкретный контейнер каждый раз свой, это может быть список, может быть Maybe, но сама идея поднятия функции на уровень контейнера, она классом типа функтор как раз и описывается. Ну, мы можем написать функторы и для других, для других классов типов. Ну, вот у вас было задание на практике сделать дерево представителем класса функтора, правда, оно было там в конце большого задания, может, многие не дошли дотуда. Ну, представители класса функтор писать довольно легко, то есть мы разбираем структуру контейнера, смотрим все конструкторы, конструкторы данных, которые у нас есть, и для каждого конструктора данных описываем способ протащить функцию, которая является первым параметром функции fmap через границу этого самого контейнера. Ну, вот в данном случае у нас есть дерево, у которых скачения лежат и в листьях, и в узлах. Ну, и поэтому, собственно, функция fmap, она таким образом работает. Как протащить функцию g через лист? Ну, очень просто взять лист и протащить туда функцию g, применить к значению, которая лежит там в листе. Как протащить функцию g через узел? Ну, здесь немножко посложнее, но идея та же самая. Мы берем функцию g, и при протаскивании через узел в узле у нас есть три значения, а у branch три параметра. Первый и последний параметр — это деревья. Ну, и мы рекурсивно, естественно, вызываем нашу функцию fmap, которую мы определяем, на поддеревья. Ну, а в самой серединке у нас лежит значение, которое здесь обозвано x, и мы применяем функцию g к этому самому x. Таким образом, мы написали представителя функтора, реализовали функцию fmap. Теперь наше дерево имеет такой интерфейс, и мы можем поднимать функцию на уровень дерева. Ну, если написать тип, я не знаю, стоит ли это или нет, но тем не менее стоит. Вот наша функция fmap, когда она вызывается на деревьях, она на самом деле имеет вот такой вот тип fmap, дальше некоторая функция из а в b, собственно, которую мы протаскивали, дальше у нас есть некоторое дерево аргументов типа а, ну и возвращается у нас дерево значений. Ну, если расставить здесь скобки, частичное применение fmap вот этой вот стрелки, как раз поднимает эту стрелку на уровень, в данном случае, деревьев. То есть была функция из некоторого произвольного типа а в произвольный тип b, осталась функция из деревьев, которые содержат тип а в деревья, которые содержат тип b. Ну, два примера там, как вызывается эта функция. Ну, кстати говоря, во втором примере вы можете увидеть, что я не пользуюсь fmap. Дело в том, что в модуле data-functor определена и во многих местах экспортируется вот такая вот функция. Доллар, ну не функция оператора, конечно, доллар в угловых скобочках. Он определён в точности так, это fmap. То есть это infix-ный оператор, который используется как fmap. Если мы хотим использовать map infix, мы можем пользоваться этим оператором. Вот там это сделано, и мы дальше во многих местах будем встречать этот оператор. Он используется, потому что оказывается, что очень часто удобно использовать этот оператор infix-ным образом. Мы такие цепочки увидим, запомните, что это вот просто ничто иное, как fmap. Какая семантика у функции fmap, которую мы видим, сравнивая все эти примеры? Функция fmap не меняет структуру контейнера. То есть она берёт некоторый контейнерный тип, разбирает его и аккуратно пересобирает обратно. Если вы увидите у нас, например, в примере с дерева, что было? Дерево, у которого что-то лежит в узле, и два листочка. После применения функции fmap мы получили, что у нас дерево, которое имеет точно такую же структуру. Значения, которые лежат, в данном случае в узлах и в листочках, они изменились. Но сама структура осталась той же самой. То есть дерево, как было, вот если на него издалека смотреть, вот такое вот, так и осталось таким же. Точно так же fmap для списка что делает? Если у нас был список длиной 9 элементов, то применяя fmap к этому списку, мы получаем список длиной 9 элементов. То есть сама структура контейнера функции не меняется. Ну, давайте мы об этом поговорим еще позже. Сейчас просто перейдем к полному определению класса functor. Если вы заглянете в модуль data functor, то вы увидите, что там помимо fmap, ну и вот такого вот его инфиксного синонима, имеются еще две функции. Ну, точнее, в самом классе определена одна функция. Это вот такой вот усеченный доллар. Да, давайте посмотрим, что делает этот усеченный доллар. Он на самом деле делает следующее. Он берет некоторое значение одно и контейнер, содержащий значение другого типа. И если разобрать его реализацию, а есть реализация по умолчанию для него, он делает следующее. Он просто заменяет все элементы, лежащие в контейнере, на одно значение a. То есть, скажем, если у нас есть 3 и вот такая вот конструкция, и здесь там 1, 5, 7, то вот это вот выражение вернет мне контейнер с той же самой структурой, но все значения которого заменены на значение 3. То есть, вот это смысл этого оператора. Ну, оператор в другую сторону. Это просто тот же самый оператор, но с переставленными аргументами. То есть, тут ничего интересного, он не... Ну, то есть, как ничего интересного, интересно, что есть эквивалент. Ну, в общем, понятно, что это как бы у функции можно переставить аргументы, и тогда и прототип изменится, но он делает то же самое. То есть, здесь у нас слева будет контейнер, а справа значение. Ну, и, наконец, есть некоторая функция, которая совсем убивает содержимое контейнера. Это функция, которая зовется void. Она берет и заменяет все значения... Все значения, которые лежат в нашем контейнере... На значения типа unit. Опять же, структура контейнера не меняется. Он остается трехэлементный, но уводит, а вставляет сюда вот некоторое условное значение, которое в Haskell служит маркером, что возвращаемое значение нас не интересует. Но здесь нас не все возвращаемое значение не интересует. Мы говорим, что нас не интересует содержимое контейнера, а структура нас его интересует. Структура остается неизменной. То есть, все эти функции, они не меняют структуру. Ну и вообще, все операторы, которые сегодня мы будем иметь дело, вроде бы имеют четвертый, не очень высокий приоритет, и левую ассоциативность. Хорошо. Теперь давайте поговорим о представителях функтора для двух параметрических типов. То есть для тех типов, у которых kind вот такой вот. Им нужно два параметра, чтобы сконструировать полноценный тип. Ну, хотя им нужно два параметра, но нам требуется всего один параметр. Поэтому для того, чтобы что-то говорить о таких типах, мы должны первый параметр связать, то есть применить наш... Ну, вот если у нас зовется t, наш оператор над типами двух параметрических, мы должны каким-то типом связать все это. Ну, например, вот tint уже имеет правильную конструкцию. Но обычно связывают, конечно, не конкретным типом, потому что мы сейчас говорим про абстрактные интерфейсы, а связывают некоторым параметризующим, но произвольным типом. Ну, вот в данном случае первый пример — это пример с Aether. Не знаю, надо ли напоминать, как Aether устроен. У него есть два конструктора, которые зовутся left-right. И там могут лежать любые типы. В left-е любой, в right-е любой. Ну, обычно в right-е лежит правильный результат, а в left-е обычно лежит некоторое сообщение об ошибке. То есть Aether часто используется для обработки исключительной ситуации. В том смысле, что если все вычисления идут правильно, то мы просто все упаковываем в конструктор right. А если что-то пошло не так, то мы пользуемся конструктором left и держим там еще объект, который описывает, что пошло не так. Ну, в частности, чаще всего там строка лежит, сообщение об ошибке. Ну, вот, собственно, поэтому первый параметр обычно связывается, потому что при сообщении об ошибке ничего интересного. Ну, как нет, есть что-то интересное, но это не касается вычисления. Вот мы первый параметр связываем некоторым типом E. И говорим, что если у нас есть какой-то left, то независимо от того, какая функция у нас есть, этот left остается неизмененным. Ну, понятно, что тип E как раз... Все-таки мне Aether надо написать. Ну, я забыл слово data, но бог с ним. Aether A, B, это либо left, давайте не A, а E. Left, E, либо right, B. Ну, вот, собственно, поскольку мы это связали, и вот это вот объявляем функтором, то мы говорим, что с типом E мы обработать не умеем, это нам и не нужно. Left возвращается. А если у нас все упаковано в конструктор right, то тогда мы должны функцию G протащить через этот конструктор. То есть у нас как раз параметр типа E связался, а параметр второй, он остался. Ну и вот в этом случае протаскиваем через конструктор функцию G, применяем ее к Y, ну и все работает. Какой будет тип оффмэпа в этом случае? Давайте напишем. Оффмэпа будет в этом случае такой тип функции из A в B. Дальше здесь будет Aether, E, A, Aether, E, B. То есть параметры E связаны, никак не участвуют, то есть вот это вот некоторая такая конструкция, для которой мы как раз и объявляем представителя функтора. Ну, а второй параметр как раз работает именно так, как нам нужно, ну, то есть вся работа идет со вторым параметром. Если все пошло хорошо, мы просто протаскиваем, протаскивается через конструктор right, а если все пошло плохо, то все и так пошло плохо туда же дальше. То есть мы ничего не делаем фактически. Ну, хорошо, ладно, дальше. Следующее, для чего мы должны написать представителя функтора, это для пары. Ну, пара, опять же, имеет неподходящий kind, то есть пара, вообще говоря, имеет kind вот такой вот. Поэтому мы должны связать эту пару. Ну, как связать первый элемент? Мы связываем некоторым типом S, и вот это уже имеет подходящий kind. И мы можем написать представителя функтора для этого случая. Ну, каким образом? Первый не связанный элемент, мы с ним ничего сделать не можем, потому что мы про него ничего не знаем, и мы его оставляем неизменно. Ну, а, соответственно, второй элемент, второй элемент, он у нас обрабатывается, то есть мы же протаскиваем через конструктор, применяем к второму элементу. Ну, тип будет такой. У меня здесь функция AB, здесь пара S, A, и здесь возвращается пара S, B. То есть вот как выглядит у меня A. В этом случае представитель функтора. Ну, дальше, следующий, еще более интересный тип, имеющий точно такую же сигнатуру, в смысле kind of, это тип стрелки. Стрелка — это двухпараметрический тип. Мы связываем первый параметр стрелки, то есть левый аппликант стрелки, а некоторым типом E. И давайте посмотрим, что у нас получится. Что у нас получится тогда? Давайте мы напишем то же самое. A стрелка B. Теперь здесь. Что мы должны сделать? Мы здесь должны написать стрелку, примененную к E, A, а здесь должны написать стрелку, примененную к EB. Ну, теперь раскрывая вот эти конструкции, в обычные стрелки, мы получаем A стрелка B. Будет здесь E стрелка A, здесь будет E стрелка B. Ну, здесь скобки можно опустить, можно не написать. Но если мы посмотрим внимательно на эту функцию, мы увидим, что это не что иное, как оператор композиции. Это тип оператор композиции, Fmap для функциональной стрелки, это оператор композиции. То есть на оператор композиции можно смотреть так. Можно смотреть, конечно, ага, здесь есть функция F и G, и применяется к E. Что сделается? Сначала G применяется к E, получается значение типа A, а потом F, ну, вот здесь написать F, G и X. G применяется к X, получили значение типа A, здесь как раз все хорошо, и дальше это значение типа A передается сюда, и получается значение типа B, которое нам нужно вернуть. То есть все по типам подходит, это действительно именно композиция, то есть вот такая конструкция F, G, X. Если F и G это такие, то такая конструкция имеет ровно тип B, который нам нужен. Ну вот, это такой взгляд, который мы делали. А теперь мы можем посмотреть на эту штуку с другой стороны. Мы можем сказать, смотрите, у меня была стрелка из A в B, а я к A приписал E стрелку здесь, и E стрелку здесь. То есть упаковал в контейнер E стрелка. Ну и у меня получилось то, что нужно. То есть структура ровно такая же. Ну, собственно, это видно из раскрытия всего этого дела. Вот. Двигаемся дальше. Ну вот мы увидели, что все типы данных, которые у нас есть, все типы данных, которые у нас есть, можно объявить представителями функтора. Более того, это можно было бы сделать даже автоматически. И в GHC есть такое расширение DerivingFactor. Мы включаем ключик минус F DerivingFactor и получаем разрешение автоматически генерировать представителей функторов. Ну вот структуры типа достаточно, как мы понимаем, для того, чтобы автоматически сгенерировать представителя класса типов Factor. У нас есть требование, чтобы структура контейнера не менялась. Как эти требования формализовать? Оказывается, вот двух следующих требований на поведение функции fmap достаточно для того, чтобы структура контейнера действительно оставалась неизменной. Первый закон говорит следующее. Если мы берем и вместо нашей функции AB подставляем функцию ID, то результат должен быть ID. То есть, когда мы поднимаем тождественную функцию на уровень контейнера, то в результате должна получиться тождественная функция между контейнерами. Вот это первое требование. Ну, совершенно разумное, поскольку тождественная функция не меняет значения, а мы говорим, что мы хотим, чтобы функтор не менял структуру контейнера, то что это означает? Структура не меняется, потому что такого требования, а функция ID ничего не меняет внутри контейнера. Ну, соответственно, вот первое требование, которое накладывается на функтор. Второе требование, которое накладывается на функтор, это вот такое вот требование. функтор должен быть дистрибутирован в некотором смысле отношения к композиции. То есть в map композиции это должно быть эквивалентно в map одной функции и в map другой функции. Ну вот этих двух законов достаточно для того, чтобы они как бы реализуют некоторую идею о том, что у нас структура контейнера не должна меняться. И действительно все те представители класса типа функтор, которые мы с вами писали и которые будем писать, они этим законом удовлетворяют. Правда Хаскель, к сожалению, не может сам проверять, так это или не так. То есть то, что он генерирует автоматически, это так. Но мы, к сожалению, можем здесь обмануть Хаскель. И ответ на красный вопрос нет. Нет, мы должны за этим следить. Если мы пишем представителя класса типа функтор вручную, мы должны обеспечить выполнение этих законов. Иначе использование функтора в каких-то других контекстах будет неправильным. Ну вот, а как написать вообще плохой функтор? А вот он перед вами. Я опишу и представителя функтора для списка другого, не того, который у нас был. Посмотрите внимательно, чем он отличается. Ну мы сразу видим, что он плохой. Он дважды добавляет в голову вот это самое вызов функции G на элементе. То есть он у нас как бы удваивает длину списка. На пустом списке он себя хорошо ведет, а на непустом ведет себя плохо. Он удваивает длину списка. То есть вроде бы он по сигнатуре подходит, он делает все хорошо, но на самом деле он, конечно, нарушает. Нарушает он оба закона по вполне естественным соображениям. ID не будет ID. У нас был список 1, 2, 3. Если мы такой FMAP на него напустим, мы получим список 1, 1, 2, 2, 3, 3. То есть они будут разные. Ну и более того, второе он тоже, естественно, нарушает. Если мы посмотрим на второй закон, то станет понятно почему. Левая часть удвоит длину контейнера, а правая часть, поскольку там FMAP два раза вызывается, удвоит длину контейнера. Ну и, соответственно, понятно, что они будут не одинаковые уже. То есть, ну вот, написать мы такие инстансы можем, но про эти инстансы есть замечательные слова в замечательном источнике, который зовется TypeClasspedia, который описывает тему моих сегодняшних и пары ближайших лекций. Там короткая справка есть. Можете почитать сами. То есть так делать нельзя. Благовоспитанный хаскилист должен смотреть на такой код с ужасом и негодованием. Можно так приблизительно перевести, потому что там по-английски написано. Ну окей. Значит, про функторы мы с вами уже знали и чего-то писали, делали. Но я еще раз напомнил вам, каким образом функторы работают. Итак, вот, резюме. Практически все контейнерные типы, все однопараметрические типы мы можем сделать представителем функтора. Ну, есть, конечно, некоторые экзотические типы, которые мы представителем функтора сделать не сможем, но вот то, что нам на практике нужно, это все функторы. Теперь давайте немножко расширим функциональность функторов. Следующая наша тема, это класс типов, который зовется Pointed. Значит, во-первых, мы видим, что класс типов Pointed, он требует того же самого, то есть наш функтор. Я уже говорю теперь функтор, потому что у нас все функтор. Но там контекст функтора есть. То есть требуется, чтобы это, во-первых, было функтором, но и сигнатура, в смысле kind'ов, у него такая. И вот есть функция единственная в этом классе, которая зовется Puer. Эта функция предназначена для того, чтобы вкладывать значения в контейнер. То есть она должна быть очень простой, требования накладываются, что значит очень простой, мы чуть позже поймем. Она должна простым образом вкладывать значения в контейнер. Эта функция по-разному называется. Мы увидим потом, что в монадах она называется Return, например. Ну и может называться Unit, Point в смысле. Ну, значит, наш функтор должен позволять взять точку и превратить ее в, положить ее внутрь контейнера. Ну, давайте обсудим, каким образом мы можем реализовывать этот простейший интерфейс вложения значения в контекст. Ну, давайте сначала обсудим для Maybe. Как выглядит Puer для Maybe, какой у нее тип? Очевидно, такой. А? Maybe? Ну, и как вложить значения в контекст Maybe? Ну, у нас есть два конструктора. Конечно, можно написать Nothing, это будет правильно по типу, но ясно, что это что-то не то, потому что мы все-таки пока не ясно, но в общем понятно, что естественное вложение значения в контейнер, это не потеря этого значения. Он должен как-то все-таки в контейнере жить. Поэтому единственная реализация, которую мы можем сделать для такой конструкции, это просто воспользоваться конструктором Just. Дальше, что мы можем сделать для списка? Как список вложить, как значение вложить в список? Ну, понятно, как значение вложить в список. Взять его, так вот написать. Ну, кстати, мы потом обнаружили, что это не единственный способ написать Puer для списка. Вопрос в том, для чего мы все это вкладываем, как это Puer будет использоваться. Ну, вот, да, такое простое вложение допустимо. Допустимо и другие вложения. Теперь, ну давайте дальше. А как у нас в ether вложить? Если мы хотим, чтобы у нас было слева, то значит right, то справа, то right. Справа, right. А слева мы ничего не можем сделать, потому что у нас по типу будет не подходить. Какой тип будет упой в этом случае? И в left у меня лежит тип е, который зафиксированно мне недоступен. А вот в right у меня как раз лежит тип а. Поэтому я могу написать правильный ответ такой, right. Ну там x, ну если. Вот так вот. А left мы не можем воспользоваться, потому что тогда мы снимем полиморфизм здесь. Тогда a и e станут одним и тем же. А мы хотим, чтобы было полиморф, чтобы e не зависело от a. Поэтому мы можем только конструктором right воспользоваться. Ну хорошо. Давайте обсудим, всегда ли можно вообще это сделать. Есть такие контейнеры, в которые нельзя вложить значения без дополнительных разговоров. Ну давайте посмотрим. Ну во-первых, стрелка со связанным значением. Как нам написать pu? Ну это да, конечно, люди, которые знают, кричат const. Откуда это вообще берется? Давайте мы подумаем из типов. Что же у нас будет? Какой тип у pu будет в этом случае? В хаскеле вообще очень часто, особенно когда мы обсуждаем некоторые общие вещи, типы очень много чего диктуют. Pu? Ну какой тип будет? А? Дальше стрелка. А здесь, как вы помните, что такое у нас вот эта конструкция? Ну стрелка со связанным значением e, a. Если мы все это распишем, то что мы получим? Что это? e, стрелка, a. Ну здесь необязательные скобочки. Ну вот, и теперь мы видим, что да, такая функция такая и есть, и она одна такая. Разумная. Это функция, которая зовется const. То есть функция, ну, которую мы записывали так, лямбда xy, ну давайте на хаскеле будем писать, лямбда xy точка x. Это как раз const. Поэтому для этого контейнера pu это действительно const. Типы диктуют, что ничего другого у нас здесь разумного быть не может. Ну хорошо, для дерева, которое у нас там было, где в узлах и в листьях лежат значения. Как нам, пою, написать? Ну здесь технически много вариантов можно, да? Ну самый компактный, самый простой вариант это, ну поскольку у нас в листьях значения лежат, то можно вот так, live x. Ну можно, например, для каких-то целей вполне возможно, может оказаться и вот так вот, там, branch, live x, live x. Ну тоже законный по типу ориот. Пока мы никаких законов не знаем, то мы, в общем, можем и так, и так написать. Ну теперь давайте для пары обсудим. Как будет пуэ выглядеть для пары. Давайте тип напишем, а и дальше здесь пара s, а. Вот, да. Ну можно на самом деле, но это довольно плохое решение. пуэр x, пишу я, равняется undefined. У нас произвольный тип, да? Ну вот, да, произвольный тип, можно x. Но вообще, конечно, это нехорошее решение, но в вычислительном смысле. Ну ничего другого мы не можем написать. Но на самом деле можем. Но вот это как раз пример того, что пуэ в некоторых ситуациях хорошо не определить. Однако мы можем просто наложить некоторые ограничения на s. Мы можем написать instance. А какие ограничения на s мы можем наложить? Ну нам нужен некий тип, у которого есть значение по умолчанию. А в чем есть значение по умолчанию? Нет, нет. Тип, у которого есть значение по умолчанию, но не undefined. Но такой, в общем. Да. Маноид есть. Если мы напишем вот этот вход instance monoid s. Ну так не пишут, да. В Haskell, кстати, в GHCI можно так писать на уровне типов. Но это нужно включить расширение некоторое. Поэтому мы будем писать честно. Вот так вот. Pointed s. Where. И тогда мы здесь вместо undefined можем написать mempte. Помните, у нас в monoid было такое значение по умолчанию. То есть вот оказывается, что даже такая простая задача, как вложить значение в коробочку, она в некоторых ситуациях не очень хорошо работает. Ну вот в стандартной библиотеке именно так написано. Ну конечно да. То есть я должен, я уже говорил, что типа данных Pointed на самом деле нет. Но Pointed есть и вот как бы Pointed он такой учебного характера. Теперь какие законы для Pointed есть? Ну закон один естественный, который говорит, что Pointe действительно должно быть бедным. А именно оно, поскольку у нас функтор есть, у нас есть fmap. Так вот, говорится следующее, что если мы берем некоторые контейнеры, берем некоторое значение, вкладываем его в некоторый контейнер с помощью pua, а оно именно так и работает. А после этого, после этого мы берем и на получившийся контейнер напускаем fmap с некоторой функцией, то это то же самое, что взять эту функцию, применить ее к этому контейнеру, а потом, то есть не к контейнеру, а к значению, а потом упаковать его с помощью pua. То есть, ну вот если проще записать, то это вот так вот, если не в бесточечном стиле, фmap g, примененный к pua, x, должно работать так же, как pua, g, примененный к x. Pu x у нас некоторое значение. Понятно, да? То есть, не важно что, применить функцию к значению, а потом упаковать его в контейнер, или сначала упаковать аргумент в контейнер, а потом применить fmap g. Вот. Это, в общем, кажется, что это естественно, и да, это естественно, вы не сможете написать никакого инстанса, который бы это нарушал. Это гарантируется некоторыми так называемыми свободными теоремами. Я не буду вдаваться в свободные теоремы. Они, в общем, некоторым образом связаны с теорией категории. И вообще многое из того, что мы сейчас изучаем, это на самом деле такого заднего двора взгляд на теорию категорий. Но, тем не менее, вот такой факт я вам просто сообщаю и на этом останавливаюсь. Как бы, если вам это интересно, можете почитать всякую литературу на эту тему. Окей, класс типов pointed закончен. Мы его, в общем, разобрали. Класс типов pointed, конечно, имеет вспомогательную некоторую роль. Он нужен нам для того, чтобы реализовывать более богатый, чрезвычайно богатый класс типов, который заявлен у нас как тема нашей лекции. Класс тип, в который зовется аппликативный функтор. Ну, давайте перейдем к аппликативным функциям. Значит, мы перейдем, не будем сразу писать класс типов. Мы с вами поставим вот такую вот задачку. У нас есть функция fmap замечательная, которая умеет делать следующее. Я уже, наверное, надоел своего типу, но я все-таки буду писать его. fp. Подымает стрелку в контейнер. Хорошо, а вот если у меня такая функция есть в моем контейнере f, можем ли мы вот такую функцию написать, которая зовется fmap2, которая берет функцию трех аргументов и два контейнера обрабатывает их и возвращает третий контейнер. Или fmap3, которая там тоже написана. Можно ли мы, имея fmap, сконструировать вот такого вот рода штуки? Ну, давайте попробуем. Пускай, значит, функция fmap у нас уже есть, а попытаемся fmap2 сконструировать. Что у нас есть в fmap2? Вот я уже не буду выписывать прототип, его там видно на слайдах. Я просто напишу функции. Итак, вот у нас есть функция, обзовем ее g, это функция двух аргументов a, b, c, d. И есть два контейнера еще. Почему я двоеточие ставлю? Я просто пытаюсь написать функцию g. И здесь у нас что? Ну, некоторые as, b, s. Ну, я пишу в стиле, как будто бы это два списка. Можно сейчас считать, что это списки. На самом деле я совершенно не буду обращаться к тому, что конкретный контейнер устроит. Я этот прототип просто не знаю. Что у меня есть? У меня есть функция, все-таки надо было написать, сверху типы напишем. Это a, b, c, это f, a, это f, b. Что у меня есть? У меня есть вот такая вот функция и у меня есть вот такая структура. Что я могу сделать? Очевидно, что я могу глядеть на эту функцию вот таким вот образом. И я, а здесь у меня есть as, структура типа f, a. a, упакованный в контейнер f. Ну, наверное, я могу fmap запустить, который у меня есть, на вот такой вот конструкции. Что я получу? Я получу некоторое выражение g, a, s, ну и вот fmap. fmap. Ну, по типу это подходит. Единственное что? Ну, as это переменная, пробелочки надо ставить. По типу у меня подходит. Какого типа у меня будет результат? Вот это вот выражение. Ну, очевидно, это будет тип возвращаемого значения. То есть fmap у меня берет g. Это функция из этого в это. У меня есть контейнер, в котором лежит это. Значит, при применении fmap с такими аргументами, что у меня получится? У меня получится, во-первых, контейнер f. Только здесь то, что раньше называлось b, теперь будет называться b стрелочка c. Значит, здесь тоже вместо b у меня будет b стрелочка c. Получается, что у меня функция стрелка влезла в контейнер. И нам надо ее оттуда как-то достать. И вот для этого у меня инструментов нет. То есть когда у меня про f я знаю только что он функтор, то я здесь ничего не могу сделать. А что мне надо сделать? Мне хотелось бы уметь вынимать стрелку из контейнера. То есть иметь функцию вот такую вот. fbc это то, что у меня есть. А хочу я получать fc. Вот если бы я умел вынимать стрелку из контейнера, если бы у меня вот такая штука была, то моя задача решилась бы. И легко понять, что задача с map 3 тоже решилась бы. Ну она просто индуктивно. Стрелка залезает в контейнер, но она будет более длинная, может быть, но не важно. Важно, что у меня fmap, смотрите, устроен не так. У меня стрелка не лежит в контейнере. А здесь у меня стрелка в контейнере. Ну вот такая функция есть. Она называется up. Ну точнее говоря, она есть и up. Apply. Ну вот, собственно, такую функцию хочется иметь. Но что значит хочется иметь? Она не универсальна. Для каждого контейнера свой способ вынимать стрелку из контейнера. Если у меня контейнер это, ну скажем там, я не знаю, maybe, то в общем приблизительно понятно, что значит у индуктивного контейнера. Если там nothing, то убей все и сделай nothing. А если там лежит just функция, возьми эту функцию и примени fmap с этой функцией. А если у меня контейнер список, здесь проблема сложнее. Здесь у меня какой-то список значений, здесь какой-то список значений, а здесь список функций. И тут одну функцию не вытащишь, и нам надо описать, что мы хотим от этого дела. То есть вот оказывается, что универсальным образом мы не можем перейти от fmap, fmap2, fmap3 и так далее. Мы должны задать некоторый переходник, это можно делать разными способами. Ну вот в Haskell сделано следующим образом. Мы определяем некоторый специальный класс типов, которые такого рода переходники и нам организуют. Вот как вводится класс типов аппликатив. Говорится, что f должно быть функтором, во-первых. И для этого функтора должны быть реализованы еще две функции. пуэ, про которую мы уже говорили. И функция, которая читается apply, применить, а записывается вот так вот. Она вводится интеллектным образом. И это функция, которая вот, собственно, тот самый апп, который есть. То есть функция с такой сигнатурой. Ну, если бы pointed существовал, мы могли бы короче определить все это. Мы могли бы сказать, что аппликатив это pointed с добавленной вот такой вот штукой. Оператор apply фактически похож много на что. Он похож на обычный доллар. Но только обычный доллар – это действительно применение функции к своему аргументу. Но здесь все поднято на уровень контейнеров. fmap у нас обычную функцию поднимает на уровне контейнера. А апп говорит, что у меня функция тоже лежит в контейнере. И нам нужно описать в этом случае, как что себя ведет. Ну, окей, давайте представителей напишем соответствующее. Ну, для maybe мы уже обсудили, как объявляют представителей. poor – это just. Мы об этом говорили в свое время. Ну, а теперь, как у меня объявить вот эту вот функцию. Итак, если у меня в контейнере никакой функции не лежит, то есть это nothing. То есть в этом случае у меня f должно… я уже устал писать. Понятно, что вы все в голове делаете. Когда мы обсуждаем какой-то тип, вы смотрите на общий тип, а вместо f подставляете то, что здесь. То есть здесь maybe-функция, maybe-значение, maybe-значение. Ну, когда функция nothing, то понятно, что неважно, что там справа, мы ничего применить не можем. И, соответственно, можем вернуть только nothing. А когда функция – это функция, упакованная в just, там лежит одна функция подходящего нам типа. Мы просто пользуемся представлением с образцом, вынимаем just из нашего контейнера g. И дальше что делаем? Ну, применяем g к x. Здесь у нас x уже… это на самом деле не совсем x. Лучше было писать xs, потому что на самом деле x – это нечто, упакованное в контейнер. Поэтому мы не можем просто применить f как su. Мы вынули функцию из b в c. Но здесь у нас… мы как бы готовы воспользоваться fmap. То есть если бы здесь стоял просто b, ну тогда мы могли бы просто эту функцию применить. А тут мы должны, чтобы мы ее применить, мы вызываем fmap. Ну вот там вот во второй строчке как раз fmap написано. Ну окей, вот так вот работает instance-аппликатив для maybe. Ну теперь давайте посмотрим, как мы можем вычислять. Ну прежде чем вычислять, давайте скажем просто про семантику. Какая же семантика здесь появляется? Что задает нам вообще вот этот вот контейнер maybe? А он задает нам возможность работы в контексте, в котором возможно какое-то значение отсутствует. То есть, ну говоря таким языком объектно-ориентированного программирования, у нас могут быть объекты типа null. Ну то есть не типа null, а ссылающиеся на null, null reference. Ну вот null reference кодируется как nothing, то есть нет объекта. Ну либо упакованное в just лежит что-то упакованное в just. Ну вот и теперь мы можем писать некоторые цепочки вычислений. Смотрите, например, что мы можем сделать. Мы можем взять функцию плюс 2 и упаковать ее в контейнер just. Слева, а справа just 5. Ну понятно, если мы посмотрим на instance-аппликатив, что произойдет. Плюс 2 применится к 5, получится что? 7, ну и дальше результат упаковывается в контейнер just. Ну, однако, если у нас в этой цепочке, в этих вычислениях чего-то не хватает, то где-то встречается nothing. То ясно, что результат будет сразу же nothing. Если слева будет nothing, он будет просто по определению. Но справа nothing тоже все сделает, потому что fmap на nothing возвращает нам nothing. Это поведение от функтора берется. Ну и смотрите, мы можем строить более длинные цепочки вычислений. То есть мы можем как раз в соответствии с нашей идеей, как задать функцию двух аргументов. Вот плюс функция двух аргументов. Мы можем поднять ее в контейнер, наш just. И дальше что? Мы должны применять ее к двум аргументам. И мы применяем ее к двум аргументам. Если бы у нас все это было не в контейнере, мы могли бы эту самую звездочку, аппликацию, заменить просто на доллар. То есть плюс доллар два, доллар пять, это именно так и будет работать. А здесь, поскольку у нас все в контейнере, мы эту аппликацию маркируем с помощью этой звездочки. То есть вычисление происходит в контексте maybe. Итак, мы объявили первого представителя аппликативного функтора, вот он перед вами. Мы реализовали вот эту вот самую звездочку, которая у нас позволяет сцеплять вычисления. Ну давайте изучим, есть ли какие-нибудь законы. Да, есть законы. И первый закон, он связывает функторы и аппликативы. Закон этот устроен следующим образом. Там сверху описано, каким образом, что по типам левая и правая часть этого закона это одно и то же. Я в это уже вдаваться не буду, можете потом посмотреть, что действительно один тип. Закон выглядит следующим образом. Если мы берем некоторые контейнеры XS, ну контейнер в широком смысле, это не обязательно список, и применяем некоторую функцию G с помощью fmap, то есть поднимаем функцию G в этот контейнер, то это тоже самое, что сделать следующее действие. Взять G, упаковать ее, поднять ее в контейнер с помощью PUA, а потом результат применить уже с помощью вот этой вот звездочки, с помощью этого волшебного оператора с сигнатурой, напомню какой. Ну наш fmap, который имеет синоним доллар, то же самое, что fmap, он вот так вот выглядит, чтобы рядом было. То есть отличие fmap от нашего app в том, что fmap, ну конечно здесь скобочки, да, fmap принимает функцию, а app принимает функцию, упакованную в наш контейнер, о котором идет речь. Вот говорится, что если мы делаем просто fmap, это то же самое, что с помощью PUA поднять функцию, в контейнер, то есть превратить ее в такую штуку, а дальше применить app. Ну собственно, если этот закон переписать через app, то в общем вот как выглядит эта конструкция, которая, кстати, показывает, что PUA спереди не нужен. То есть мы можем, пользуясь этим законом, делать вот что. Мы можем, посмотрите, первый пример наш, он, это пример предыдущего слайда. Мы говорим, что если just plus применить к just 2 и применить к just 5, то фактически применение означает что? Что мы как бы вынимаем из контейнера все и операцию и значение выполняем, операцию назначения, а потом обратно упаковываем в целевой контейнер. Но вы помните, что для maybe PUA это в точности just. Поэтому второй вызов это то же самое. У нас просто для нашего контейнера определено так. Ну а дальше, пользуясь вот этим законом, мы говорим, что PUA какая-то функция, это то же самое, что функцию не упаковывать, а прямо сделать fmap. То есть обычно как раз вот такого рода конструкции записывают так, как третья строчка, потому что она самая короткая. То есть у нас есть некоторая цепочка аппликативных аппликаций. Вот у нас есть функция плюс двух переменных. Мы ее с помощью долларов мэпим, а аргументы у нас сцепляются вот этим самым оператором up. Ну и кстати говоря, более длинные цепочки ровно так же устроены. То есть у нас была функция не плюс двух переменных, а функция там пяти переменных, то мы эту функцию пяти переменных вызываем, пишем доллар, а дальше пять переменных, упакованных в интересующий нас контейнер, связанные вот этим самым аппом. То есть фактически апп выступает либо как обычный доллар, ну и либо как пустое место в хаскеле вообще. То есть это просто применение функции, но поднятые на уровень контейнера. Ну хорошо, ладно, с этим примером мы еще столкнемся на практике. Теперь давайте мы перейдем дальше. Для аппликатива есть еще целый ряд законов, которые должны выполняться для того, чтобы все хорошо работало. Эти законы не очень простые, я их просто привожу в качестве примера. Есть статья Макбрайда и Паттерсона, которые, собственно, придумали аппликативные функции. Это, кстати, не такая давняя выдумка. То есть аппликативные функции придуманы лет десять назад были, но вот как следует поняты за пять лет с 2005 по 2010 год. Ну а с 2010 года уже начали активно использоваться в хаскеле. Они задают некоторый очень удобный интерфейс для работы с вычислениями. У нас есть некоторые чистые вычисления, и мы можем вычисления с помощью аппликативных функторов поднимать на уровень какого-то контейнера. А контейнером может быть что угодно. Ну вот на практике мы разберем такой полезный пример. Сейчас пока мы говорим про просто какие-то простые контейнеры, а вот на практике мы уже будем с более сложным работать. Ну окей, хорошо. Значит, законы они есть. Можете над ними подумать, почему они должны быть верны и что они вообще выражают. Теперь, да, у нас два совершенно стандартных контейнера. Мы придумываем некоторый интерфейс, а потом говорим, а как же этот интерфейс реализовать? Для maybe, дальше список. Ну вот давайте подумаем, как сделать из списка аппликативный функтор. Ну что значит аппликативный функтор? Это значит, что у нас есть список функций и список некоторых значений. И мы хотим применять этот самый список функций с цепляющими значениями. Ну и получать некоторый список результатов. Очевидно, если мы здесь подставим список, то мы обнаружим, что вот аргумент ровно такой тип имеют. Какая семантика у этого дела может быть? Применять по порядку или применять каждую функцию? Да, вот мне говорят сразу, что есть два возможных варианта. Это правильное рассуждение. Ну вот первое, как раз я переставлю местами. Первая идея — говорить, что список — это контекст, который задает множественные результаты. То есть мы рассматриваем список как просто много разных результатов. Вычисление, которое дает много разных результатов. Это правильный разумный взгляд на списки, правда ведь? В этом случае что мы говорим? Если контекст — это просто множественное недетерминированное вычисление, которое много результатов дает, то, соответственно, мы должны, когда сцепляем их, говорить, что давайте мы будем брать и из первого списка берем первую функцию, из второго списка берем первое значение. Из первого списка берем первую функцию, из второго списка берем второе значение. Вычислили все, дальше закончится второй список и так далее. Ну порядок может быть разным, но мы должны какой-то порядок избрать. Ну вот это наиболее естественный порядок, правда ведь? Мы могли бы как-то по-другому определить, перебирать все это. Ну тогда, применяя вот эту вот тройку функций к двум значениям, получаем шесть результатов. То есть это правильный подход. Второй подход, он такой, говорим, что мы можем смотреть на списки, как на векторах. И говорим по месту. Первое, к первому применяем второе, к второму третье, к третьему я что-то закончил, и что все, закончилось, закончился весь процесс. То есть zip такой делать. Ну тогда у нас что получается? Вот такая вот конструкция. И та, и другая семантика разумны, и мы не можем предпочесть одно другое. Поэтому мы и то, и другое реализуем. По умолчанию для списков реализуется первая конструкция, а вторая конструкция реализуется с помощью упаковки списков. Мы интерфейс, мы одному, один и тот же интерфейс, одному и тому же контейнеру, две разных реализации не можем задать. Поэтому мы должны упаковать контейнер в некоторую оберточку, не утайли. Ну и так мы и сделаем. Ну давайте сначала первое обсудим. Каждый с каждым. То есть семантика недетерминированных вычислений. Тогда пуэр это вот такая вот штука. Так как мы писали. Ну как вложить в список? Ну очевидно, это детерминированным образом вложить. Самое простое. Недетерминированное вычисление, это детерминированное вычисление. Когда результат в точности один. Вот мы и пишем по таким образом. А дальше как нам описать применение списка функций к списку результатов? Ну очень просто. С помощью генератора. Вот ровно то и получится. Два генератора есть. Вынимаем из списка функций функция. Вынимаем из списка результатов результаты. И дальше применяем вынутое к вынутому. Порядок будет ровно такой, как раньше. Помните? Правый генератор бегает. Чаще меняется, чаще. Когда правый генератор все прошел, левый генератор начинает делать свой шаг и опять правый генератор прокручивается. То есть вот такая последовательность, такая простая реализация дает нам представители аппликативов для списков стандартных. Ну вот дальше идет примерчик, который у нас уже был. Но теперь он уже не как наша мечта о том, как надо сделать, а именно так для списков оператор апп и работает. Значит разобрались со списками, как с недетерминированными вычислениями. Второй способ. Список как коллекция элементов. Ну здесь мы просто делаем следующее. Упаковываем список в некоторую коробочку, которая зовется zip-лист. Ну возникает синтаксический шум. Каждый раз мы должны пользоваться не списком напрямую, а упаковывать в коробочку zip-лист, а распаковывать с помощью get-zip-лист. Но внутри лежит список значений типа. А вот мы вводим new type. И дальше пишем представителя функтора для этого типа. Он тоже имеет kind. Видите, он однопараметрический, значит имеет подходящий kind. Звездочка, стрелочка, звездочка. И поэтому его можно сделать функтором. Ну делаем функтором zip-лист, но это не наша цель. Наша цель сделать zip-лист аппликатив. Ну здесь все просто. Посмотрите на реализацию, на реализацию звездочки. Слева zip-лист, справа zip-лист. Слева zip-лист функции, справа zip-лист значений. То есть, ну с помощью споставления с образцом мы вынимаем gs и xs, это обычные списки. И что мы должны сделать? Мы должны применить первый список ко второму. Ну самый простой способ вызвать с помощью zip-лист. Только какая функция у нас используется в качестве аргумента? Что значит применить? f к g. Ну мы вообще, когда мы пишем там g, примененный к какому-то x, мы здесь ничего не пишем. Но можем написать доллар, правда? Ну вот значит мы zip-уем g и x с помощью оператора доллар. Вот здесь оператор доллар используется в таком... Он нужен, потому что нам нужно сказать применить это к этому. Ну и соответственно он здесь подходит как раз для zip-лист. То есть мы zip-уем, получается действительно нужный нам результат. Элементы первого списка применяются к второму списку. Ну и результат упаковывается у нас в zip-лист, как и должно быть. Собственно zip, поэтому и называется zip, что как будто застежка-молния работает. То есть каждый скажет. Хорошо, а как здесь написать пуэ? Если мы напишем пуэ, вот так вот. Это большое. То по типу это подойдет. Но это будет неправильно. Почему? Потому что у нас есть самый первый закон. Ну там много разных законов. Ну давайте я вернусь к законам все-таки. Первый закон, который, конечно же, должен выполняться. То есть если мы поднимем функцию id и потом применим ее к... Ну я напишу здесь xs. То понятное дело, что мы должны что получить? То же самое, что и было. Ну понятно, поднимаем id, дальше id как-то применяем. Но id, она фактически то же самое, что fmap-id. Правильно? Это должно быть, потому что это эквивалентно fmap-у. По другому закону. Ну а fmap-id должна делать id. Но наша функция не такова. Если я возьму, если puer у меня было вот так вот, и я, если вызову puer, ну я не знаю любую функцию puer, квадрат, например, применю к zip-листу 1, 2, 3. Ну не знаю. Эх, 4, 2, 3, а то там 1 в квадрате еще будет. Не хочу я этого делать. Что у меня получится? Puer в квадрат станет у меня списком из одного элемента. Ну и теперь, если я применю это к тому же самому, то что у меня получится? У меня получится, этот список zip-уется с этим списком. Первый список тут же заканчивается. И получается у меня список из одного элемента. 16. Да, зачем я квадрат-то делал? Ай, глупый. Ну, мне же id нужно, да? Ну, тогда получится 4. Не работает. Это должно быть это. Ну, конечно, zip-лист. Не работает такое Puer? Согласны? Надо какое-то другое Puer придумывать. Ага, совершенно точно, да. Мне там нужно бесконечный список сделать. Я оставляю вам это в качестве упражнения, как сюда бесконечный список засунуть. Итак, имейте в виду, что когда у нас семантика zip-овки, векторная семантика, то у нас Puer должно обеспечивать любую длину. Ну, соответственно, ну, технически мне просто здесь нужно что-то сделать. Вот так вот писать. Много иксов. Ну, тогда вот здесь будет бесконечное количество ID, а здесь будет 3 значения, и как раз по длине у меня закончится всегда раньше этот список. Ну, и все хорошо, я ничего не потеряю при таком Puer. Хорошо, ну, со списками мы разобрались, и с такими, и с другими. Теперь вопрос такой, а давайте остальные контейнеры обсудим, как устроены в этом смысле. Можем ли мы пару сделать представителем аппликатива? Ну, мы помним, что мы даже Puer для пары написать не можем. Поэтому, в общем, очевидно, контекст-моноид нам нужен, чтобы даже Puer написать. Ну, а если у нас есть контекст-моноид, то тогда его аппликатива можно легко сделать. Ну, посмотрите, как все происходит. Мы говорим, что если E — это моноид, то пара, примененная к E в качестве первого аргумента, это представитель аппликатива. Для Puer мы уже обсуждали, как он устроен, там используется mempty. Ну, а дальше у меня есть, мне нужно сцепить две пары. Ну, со вторыми элементами понятно, что сделать. У меня есть функция, у меня есть значение, подходящее по типу, потому что аппликатив так устроен. Я беру просто функцию слева, применяю к значению справа, да и все. У меня в паре, в конце концов, одна функция лежит. Это точно так же, как и в... 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 Ну, есть замечательная операция, раз он у нас маноид, то там есть маппенд какой-то. Вот мы этот маппенд там и используем для маноидов. Ну, и дальше пример, как вы видите, как все это работает. У нас первый элемент обрабатывается, как маноид списка, то есть маноид списка конкатенации. Маппенд — это конкатенация. Ну, а... собственно, во втором элементе пары у меня идут вычисления. Ну, и вот эти пары, поскольку они представители аппликатива, именно таким образом, они именно так и обрабатываются. Первый элемент сцепляется, а во втором элементе происходит вычисление, которое... которое происходит. Хорошо. Сделали пару представителям аппликатива. Ну, давайте посмотрим на полное определение класса типов аппликатив. Мы знаем, что там есть pour и up. Это две функции, которые... которые сверху написаны. Какие еще конструкции есть? Они такие похожие на функтор. Посмотрите, как устроены эти функции. То есть, вот эта вот звездочка с одной скобочкой, а не с двумя, она делает следующее. Она... Она работает как касса звездой, фактически. Она свой первый аргумент игнорирует, а второй возвращает по типу. Если бы здесь было А, Б, Б, то ничего кроме кассы звездой мы написать не можем. Но на самом деле здесь у нас есть еще контекст. И вот этот контекст говорит, что нет, это не касса звездой. Здесь то, как у меня определена звездочка и пуэ, они за все и отвечают. Вот посмотрите, какая реализация у этого... этой конструкции. Мы говорим, что реализация такая. У нас есть два аргумента. Вот этот вот, который обозван А1, и вот этот вот, который обозван А2. И что мы делаем? А1. Поскольку это функтор, то А1 мы сцепляем, помните, у нас была такая штука с ID. Такая штука у нас была в функторах. Ну, а поскольку наш F это функтор, то мы можем сцепить. А помните, что она делала? Она это игнорировала, а возвращала вот это значение. Мы это сегодня проходили. Такую штуку. То есть здесь на самом деле вернется ID, которая применится к А2. Ну, ID, примененная к А2, примененная в смысле в мэп, конечно, потому что А2 у меня упакован. Да, да, по типу то же самое, но и по значению то же самое. Чем же это отличается от к со звездочкой? Отличается это от к со звездочкой тем, что вот это вычисление происходит, которое здесь есть. А это вычисление может что-то делать. В зависимости от контейнера оно что-то делает. Поэтому результат у меня не в точности ID. Результат этого вычисления отбрасывается, но те структурные изменения, которые это вычисление делает, они вполне могут существовать. То есть вот вычисление А1. Ну, и мы потом на примерах увидим, что это совершенно у нас будет пример с парсером, который будет как раз здесь сцепляться с помощью такого рода функций. И этот пример с парсером он будет делать следующее. Он будет отбрасывать то, что вот этот парсер парсер который тоже что-то распарсил. В результате у меня вернулся результат второго парсинга. Результат первого парсинга отбросился. Но если в первом парсинге произошла ошибка, то в результате будет ошибка. Вот это ну я потом этот пример еще приведу. Как бы пока просто мы говорим, что есть вот такая вот функция, которая в общем работает таким образом. Ну есть парная функция, которая работает как конст, но при этом не совсем как конст, потому что некоторые действия, которые fb, ну с переставленными местными параметрами, которые действуют как b, они тоже будут могут быть учтены. Есть функция up с переставленными параметрами, эта функция вот такая вот оператор с двумя звездочками, ну здесь список функций находится здесь, список аргументов, то есть это прямой флип. И есть две функции лифт а2 и лифт а3, которые просто-напросто позволяют писать цепочку некоторых вычислений без этой самой цепочки. Ну определения сами за себя говорят. То есть лифт а2 это просто замена вот такой вот цепочки f доллар там а звездочка b ну помните у нас был плюс там здесь just 7 just 8 мы могли бы написать вот так вот оператор плюс доллар just там 2 just 3 это первое чем мы могли написать но здесь довольно много синтактического шума я могу написать просто так лифт а слово аппликатив а 2 количество аргументов и дальше написать плюс just 2 just 3 ну вот мы убираем вот эту вот цепочку когда говорим что мы хотим в контейнере вот этом применить оператор плюс к внутренностям этого контейнера ну и получить результат в соответствующем контейнере то есть вот функции лифта 2 и лифта 3 они как раз ну некоторым образом решают ту проблему с которой я начинал помните с чего я начинал рассказ о публикативных функциях есть у меня какая-то написать фмэп 2 и фмэп 3 вот они лифта 2 и лифта 3 но у них внутренняя структура вот как раз такая аппликативного характера ну и наконец последняя тема это еще один класс типов еще более ужасный он зовется Traversible мы про него совсем коротко поговорим но на практике и в домашних заданиях он вам потребуется класс типов Traversible отвечает на следующий вопрос когда можно сделать вот так смотрите пускай у меня есть два функтора F и G то есть и то и другое это функтор в том смысле что у них kind звездочка стрелочка звездочка и у того и у другого я могу применить G это какому-то типу A ну тогда у меня будет звездочка а могу потом применить F к этому типу могу так сделать ну например список maybe по типу это у меня будет как раз список maybe intов например и это будет хороший а могу наоборот сказать maybe списков это что будет такое G F A то есть мы два контейнера как переставляем друг с другом коммутируем от списка ну или список zip-листов а это zip-лист списков тоже так можно сделать ну то есть много чего можно сделать вот вопрос можем ли мы написать некоторую универсальную функцию которая вот переходят переводят от этого ката то есть вытащить внутренний контейнер наружу можем если есть некоторые ограничения вот эта штука которую мы вытаскиваем должна быть аппликативным функтором которую мы вытаскиваем наружу тогда мы можем пересобрать а вот эта вот штука должна быть ну да ладно уже можно смотреть да начинаю я как раз с примера вот смотрите если у меня f аппликативный функтор то я могу его из списка вытащить если у меня есть список аппликативных функторов то я могу вытащить его каким образом ну первое что мне нужно сделать у меня результат должен быть аппликативного функтора что я на пустом списке получаю в пустом списке единственное что я могу сделать у меня есть список я его еще должен вложить в мой функтор f как я могу вложить одно значение в функтор единственным образом вызвать по ну в каждом случае оно будет свое если f это у меня скажем maybe то тогда что там будет just ну окей научились протаскивать для maybe just через аппликативный фунт ну а не пустой список что мне нужно сделать он не пустом списке хитрее чтоб я делал если б я реконструировал список я должен взять применить вот эту вот функцию к чему к элементу списка правда а дальше вызвать функцию рекурсивную на хвосте списка но это я просто пересобрал список а мне нужно еще внутренний аппликативный функтор вытащить ну так раз у меня есть аппликативный функтор у меня есть fmap и у меня есть up то есть в итоге я получаю вот эту вот цепочку а каждая эта цепочка выполняет мне действие поднимает любое действие в аппликативный функтор а в данном случае что это за действие это просто пересборка списка то есть я процесс пересборки списка с помощью вот этих вот вставок поднимаю в аппликативный функтор ну у меня снаружи должен получиться аппликативный функтор вот я взял f и вытащил за скобочки ну вот теперь давайте попробуем например их вызывать эту функцию dist которая здесь есть а дистрибьютор списка как бы он действительно дистрибьютор он обеспечивает мне дистрибутивность то есть у меня был список джастов ну то есть там сумма произведения а я раскрыл скобки и получил произведение сумм джаст списков поэтому это действительно дистрибутивность ну вот вот он как работает если у меня в списке джаст 3 джаст 5 то что происходит список пересобирается а джаст вылезает наружу если у меня где-то встретится nothing то в полном соответствии с семантикой того как работает мэби мы сразу получаем nothing но вот а последнее это вообще здорово а если у меня в списке лежит зип-лист список зип-листов у меня зип-лист вылезает наружу и получается зип-лист списков ну как я это делаю я беру вот список отображаю сначала туда зип-лист то есть у меня получает действительно список зип-листов с помощью мэпа потом вызываю мой дистрибутивный процесс который пересобирает все а дальше вынимаю из получившегося зип-листа у меня аж наружу вылез зип-лист значение что получилось ну получился во-первых список а во-вторых если вы внимательно на него посмотрите мы определили процедуру транспонирования матрицы вот если мы допускаем из списка зип-листов делаем зип-лист список с помощью этого дистрибьютора мы просто транспонируем то чего у нас там лежит внутри окей ну вот теперь мы ознакомимся с классом типом traversable класс типов traversable говорит что давайте посмотрим на первую функцию которая называется sequence a это функция которая действительно делает то чего мы обсуждали она берет контейнер в контейнере и переставляет местами контейнера какие требования накладываются ну а наш контейнер внешний через который мы все протаскиваем он должен быть traversable потому что мы должны задать процедуру которую мы как раз и обозвали на прошлом слайде dist эта процедура зовет sequence а у нас и она это и делает а от второго внутреннего контейнера мы должны потребовать аппликативу потому что собственно мы видели что именно наличие того что внутренний контейнер аппликативный позволяет его вытащить потому что аппликатив позволяет обеспечить пересборку без всяких изменений ну вот эта функция секвенса есть вторая функция которая называется traverse у нее чуть более сложная сигнатура но на самом деле она простая мы с таким уже сталкивались пускай у нас есть контейнер traversable ta и есть функция которая для типа а который у нас лежит внутри контейнера позволяет возвращать нам значения лежащие в контейнере f и этот контейнер аппликативный ну тогда мы можем просто применить эту функцию к элементу второго контейнера в map и вызвать результате секвенса то есть мы можем есть реализации по умолчанию для traversа для секвенса а вот они перед вами они друг через друга выражаются достаточно одну из них реализовать вторая получится автоматически ну вот как написать traverse для как писать traverse ну на самом деле довольно просто писать traverse мы должны пересобрать контейнер вставив вставив пересобрать контейнер вставив в процессе пересборки либо доллар либо аппликацию ну там где нужен доллар там где у нас что-то не лежит в контейнере то доллар там слева там где слева и справа все лежит в контейнере вставляем аппликацию ну вот traverse для maybe вот так вот выглядит traverse для списка выглядит вот так вот ну на практике мы еще traverse для списка мы уже писали, здесь просто все выражено через фолдер. Там я его руками пересобирал, а здесь через фолдер выразил. То есть dist, который был два слайда назад, это вот тот самый траверс, который здесь есть. Все, спасибо за внимание. Ссылки на статьи, в которых вы можете почитать на эту тему, они перед вами.